Дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим о том, кем были волхвы, которых звезда привела ко Христу, не есть ли это свидетельство в пользу астрологии и насколько вообще совместима православная вера и астрология. У пророка Иеремии мы читаем такие слова «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота». Вот это очень четкое такое выражение веры в астрологию, это прежде всего язычество, и на самом деле астрология, она неотделима вообще от оккультизма. Из древних времен какой-нибудь такой профессиональный маг, он обязательно был колдуном, произносил различные заклинания, он пытался предсказывать по линиям руки, он гадал всевозможными способами, наводил порчу или пытался ее снимать, и он же был астрологом и пытался в своих оккультных манипуляциях учитывать вот эти звездные, так сказать, картины. И до сих пор, вот я сам прекрасно это читал, как такие профессиональные астрологи прямо пишут, что для них божеством является космос, и что божество – это как некий центр космоса, который излучает какие-то свои лучи, какие-то излучения дает. А для нас Господом является творец космоса, понимаете? В этом яркая разница, что для астрологов, то есть язычников, для них является божеством космос, то есть тварный мир, и через это на самом деле их бесы искушают, потому что бесы – это духи злобы поднебесной, вот они витают в этом космическом мире и залетают в головы вот этих оккультно настроенных умов. А для нас Господь Бог – это творец мира, Он творец космоса, творец всего видимого и невидимого, Он сотворил само пространство и время, Он над космосом, и Он являет Себя рядом с каждым из нас, и именно Господь устраивает нашу жизнь человеческую. А астрология – это ловушка для умов человеческих, потому что она тебя не воле Божией подчиняет, не заповедем Божьим, а ты начинаешь вот скитаться по этим оккультным разным методичкам, выверять свою жизнь по каким-то там знакам зодиака, по местоположению Солнца, Луны в этих созвездиях и так далее. И люди доверчивые действительно начинают поначалу даже улавливать какое-то сходство. А почему так? Потому что наша душа, она очень глубока и многогранна, и жизнь человека, она всегда имеет очень много разных оттенков. И наша душа настолько вот богата палитрами красок, что обязательно в этой палитре найдутся оттенки, которые сходны с любым астрологическим прогнозом, потому что жизнь наша не примитивна, повторим, а очень многогранна. Но если ты специально начинаешь выверять, то ты вот потихонечку уже начинаешь следовать этим суевериям, и для суеверных людей кажется, что их суеверия работает и подкова над дверью дома, и черная кошка, которая перебежала тебе дорогу. И потом вот бесы начинают крутить этими людьми, и живут они разными тревогами, страхами. А мы говорим, что есть Господь Бог, который абсолютная свобода, и нет никаких астрологических судеб, и звезды на нас не влияют, даже порой подчас наоборот. Люди способны влиять на небесные тела, если эти люди вместе с Господом. Вот, допустим, какой пример мы читаем из жизни Иисуса Новина, когда он завоевывал землю обетованную, да, и вот выступили они тоже против одних языческих племен, и не успевали уже одолеть этих язычников, и Иисус Новин молился, и, во-первых, в то время сам Господь с неба посылает град, как огромные камни, и эти камни града, они побивают язычников. Но потом кажется, что вот сейчас язычники все-таки избегут своей печальной участи, и тогда Иисус Новин, вот мы читаем, возвал ко Господу, и с такими словами сказал он, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна на долину Аялонскую, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». То есть вот даже такие случаи бывали в истории человечества, когда молитва святого, она способна влиять на небесные тела. И мы знаем, что Господь творит, вот в книге «Бытия» мы читаем об этом, что Господь сотворил, конечно же, и солнце, и луну, и все остальные небесные тела для отделения дня от ночи, для времен, для дней, то есть для определенных вот этих порядков в нашей жизни, но также и для знамений. И Господь действительно иногда подает эти знамения. Но какие это знамения? Например, во время распятия Христа солнце померкло, и три часа не давало свой свет. То есть опять-таки здесь всецело солнце, оно подчиняется Божьему промыслу. И когда на земле солнце правды умирает на кресте, то есть Христос принимает смерть крестную, то физическое солнце по воле Божией меркнет и не дает три часа свои лучи, как знамени вот страшной тайны, совершаемой на земле. То есть, но это все в руках Божьих, и повторим, что на первом месте, что человек делает? Вот следует ли он воле Божией? Что совершается на земле и насколько мы верны Господу, а не то, что там планеты вершат свои какие-то круговращения? Вот Блаженный Августин, надо сказать, что личность весьма уникальная. Почему? Потому что Блаженный Августин до своего воцерковления, до прихода ко Христу, он придерживался манихейства и тоже он верил в астрологию, достаточно внимательно все это изучал. А потом он увидел некоторые несостыковки, и потом он даже специально писал и критиковал вот эту вот астрологию. И он, например, показывает, вот смотрите, два брата вместе рождаются, Исав и Яков. Они родились вместе, фактически большого времени, вот в разрыве между их появлением на свет не произошло. Яков держался запяту Исава, вот они появляются под одним знаком зодиака, так скажем, но при этом насколько разная судьба. Характер Иакова такой мягкий, благочестивый, он больше вот к матери тяготел. У Исавы был характер более воинственный, такой жесткий, но и при этом проявляет она легкомысленность, продавая свое первородство за какую-то чечевичную похлебку, и все определяют не звезды, а определяет вот их либо благочестие, либо нечестие, либо верность Богу, либо продажа первородства за чечевичную похлебку. Они родились под одним знаком зодиака, но судьбы кардинально различные, потому что не звезды влияли на них, а во-первых, промысл Божий, а во-вторых, это их личный жизненный выбор. Ну, если даже нам скажут астрологи, что ведь прошли какие-то мгновения между рождением вот этих двух братьев, так что картина неба поменялась, но на этом мы астрологам скажем, что во время рождения каждого из нас и вообще всех вот этих миллионов, миллиардов людей никто ведь не отслеживает конкретную секунду появления на свет, и астролог, он не сидит же на крыше роддома, чтобы тут ему кто-то по рации сообщил точную секунду появления на свет младенца, чтобы он тут же зафиксировал картину на небе. Всегда берут только астрологи какую-то общую картину, только день, в который родился, а внутри этого дня сколько минут и секунд, и, соответственно, никто не может отследить эту точную картину небесных сфер. Поэтому в данном случае астрологи будут говорить сами против себя. Наша же задача просто к ним не прислушиваться. Почему так? Потому что астрология, как и прочие оккультные знания, это такое болото, в которое, если начнешь погружаться, то будешь увязать там все больше и больше. Море их литература, оно тоже безбрежно, а время нашей жизни, оно на самом деле очень-очень коротко. И стоит ли посвящать себя вот этим весьма сомнительным, каким-то мрачным знанием, которое заводит тебя в тупик и лишает тебя свободы? А почему свободы? Потому что вся астрология, она построена на вере в судьбу человеческую, что вот нечто прописано, нечто уже предуказано звездами, и ты не можешь из этого вырваться. Тогда какой смысл стремиться к добродетели, отвергать пороки, если все уже прописано небесными телами? И Евангелие, оно как раз показывает, что люди не зависят от небесных тел. Ну, допустим, вот мы читаем в Евангелии о том, как после преображения Господь спускается с горы фавор к ученикам, и там вот отец приводит своего отрока. Сын его страдал беснованием, но при этом в новолуние. То есть как только появлялась новая луна, у него приступ одержимости. Бьется, падает на землю, пускает пену. И как бы вот получается так, что вроде бы виновата луна. Вот как новая новолуние, так, значит, у него этот приступ. И спаситель вдруг что делает? Он обращается к бесу и говорит, выйди из него и не мучай его. То есть спаситель показывает, что ни луна, ни небесное космическое тело виноваты в этой болезни, а виноват бес, который не только овладел юношей, но и морочил голову всем другим людям, пытаясь показать, что как бы луна влияет на это беснование. Не луна влияла, а влиял бес, овладевший этим юношей. И спаситель исцеляет его и показывает, что вера в эту астрологию, она тоже подводит нас в зависимость от падших демонов. Ну и, наконец, что касается вот этих волхвов, пришедших к спасителю, то да, конечно, волхвы эти были язычниками. Они были из языческой такой касты, которые и астрологию в том числе изучали. Но только вот звезда, явившаяся им, она была совершенно необычная. Это не просто какое-то космическое тело. Вот приходят эти волхвы с востока, говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Вот. То есть, вначале они видят на востоке звезду. Потом они приходят в Иерусалим, вот у них совершается встреча с Иродом, он говорит, идите, узнайте, где он, посылает их в Вифлеем. И после этого мы читаем. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. То есть, они вначале ее увидели на востоке, потом она исчезла. После Иерусалима она появляется вновь, и она идет перед ними, как, наконец, пришла эта звезда и остановилась над местом, где был младенец. То есть, движение этой звезды было совершенно необычно для движения обычных, привычных нам космических тел. И на это обращали внимание древние и ученые, и святые отцы, в частности, святой Иоанн Златоуст. И говорит, что звезды вот таким образом не движутся. И такая звезда, обычное космическое тело, не могла бы остановиться так, что конкретно вот над этим местом, где именно находился богомладенец Христос. Иначе как бы они... Ну, вот представьте, какая это звезда сверху, и где вы будете искать целый город, можно сказать, или там целая область, а то и страна под этой звездой. А здесь эта звезда обозначила конкретно место, где располагался богомладенец. Она двигалась перед волхвами, так что они шли по пути к ней. И святой Иоанн Златоуст делает явный такой правильный вывод, что эта звезда на самом деле это была ангельская небесная сила, которая явилась волхвам и двигалась перед ним подобно тому, как вот ветхозаветному народу предшествовал облачный столб днем, или огненный столб ночью, когда вот они шли из Египта в землю обетованную. То есть там вот Господь в виде столпа облачного выводил народ из египетского рапта, везал их в землю обетованную. А здесь он языческих волхвов, вот эта небесная сила в виде звезды, ведет уже к богомладенцу Христу, предводительствует им. И они, придя ко Христу, уже обретают нечто новое, как мы и поем в песнопениях Рождеству Христову, в том, что «звездам служащие, звездою учахуся, тебе кланяйтеся, солнцу правды». То есть те, кто раньше служили звездам, вот эти, они были язычниками, служили звездам, как неким богам, они, будучи научены этой звездой, то есть ангельской небесной силой, явившейся им в виде звезды, кланяются тебе, Христе Божий, как солнцу правды. И после этого они уже, конечно, не живут своей прежней языческой жизнью, вот как сказано в Евангелии, «иным путем отошли в страну свою». И святые отцы толкуют, что здесь, в том числе, и аллегорически мы понимаем, что «иным путем», то есть их жизненный путь после встречи богомладенца Христа стал «иным». Они уже отказываются от прежнего язычества и уже живут в новой вере, согласно с пришедшим Господом Иисусом Христом. Так что постараемся все-таки не погружаться в эти астрологические знания, которые нам только затуманивают голову. Постараемся хранить верность Богу, который творец звезд, творец земли, творец неба, видимого и невидимого, и в руках только Божьих находится наша жизнь. Так что к Нему и будем обращаться в наших молитвах. Он нас никогда не оставит. Храни всех Господь!